Игорь Александрович, я начать хотел бы с вами все-таки наш разговор с обменом, потому что уже много материалов написано, уже есть, собственно, заявления тех, кого обменяли, уже есть, скажем так, такой шлейф информационный от самого события. Как вы думаете, равнозначным ли был этот обмен? Что он показал? И самое главное, вот как бы цинично это ни звучало, но давайте же, ну, как-то вот попытаемся проанализировать, вот эти, ну, там, Илья Яшин, Крамурза, то есть российские оппозиционеры, они были как бы в нагрузку к чему-то большему? Вот абсолютно стало непонятно, как бы, сопоставление, да, кого Россия приняла, кого Россия отпустила. Что думаете вы? Ну, сначала два, две реплики. Первое, это то, что ничего похожего на этот обмен никогда в истории, в истории не было. Тут говорят о том, что со времен Холодной войны, да я, откровенно говоря, вообще не помню такого, чтобы, ну, такой вот комбинированный обмен с участием большого количества стран. Смотрите, с одной стороны, Россия и Беларусь, с другой стороны, ФРГ, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Словения, Польша, то есть огромное количество стран, которые приняли участие в этом обмене. Это сложнейшая, сложнейшая, ну, я бы сказал, огромная спецоперация, которая, судя по многим свидетельствам, готовилась порядка двух лет. Порядка двух лет это все готовилось. Понятно, что там были самые разные очертания этого обмена, самые разные фигуранты участвовали. И в конечном итоге, понимаете, если говорить о, значит, вот равноценности, ну, есть арифметический подсчет, да, значит, есть 16 человек с тех, кто граждане, которые невинны абсолютно, там и политические заключенные, и граждане Соединенных Штатов Америки, и граждане Германии. С одной стороны, с другой стороны, военные преступники, то есть 16 на 8, если так считать, счет 2-1 в пользу нормальных стран. То есть с этой точки зрения обмен был, конечно, в пользу нормальности, да, в пользу нормальных стран против России. Значит, с другой стороны, значит, кто, что явилось, что главный мотор обмена? Я думаю, что главным мотором обмена, безусловно, были прежде всего администрация Соединенных Штатов Америки и ФРГ. Причем канцлер ФРГ был стороной сомневающейся, потому что его правительство ФРГ находилось в чрезвычайно сложной ситуации, потому что они вынуждены были отдать убийцу, отдать профессионального киллера. И если в общественном мнении Соединенных Штатов Америки, в общественном мнении Словении, то есть это те страны, которые отдавали, значит, российских преступников, ну, в общем, особых вопросов не было. То есть там не было никаких проблем, особых вопросов. Ну, да, конечно, там профессиональные шпионы, которых выдала Словения. Ну, подумаешь, кто в истории не выдавал шпионов, не обменивал шпионов, кто, там, эти самые вредители, тоже шпионы и хакеры российские. Ну, подумаешь, Господи, кто этих хакеров и шпионов не выдавал. Но для ФРГ, безусловно, это была проблема. И внутри ФРГ существует огромное количество критиков, которые до сих пор не согласны с тем, что это было правильно. Отдавать Красикова, это была, конечно, это была серьезная проблема. Это там, я не знаю, моральный выбор, который до сих пор обсуждается в Федеративной Республике Германии. Но я думаю, что в основе все-таки вот этого грандиозного обмена было, я так думаю, все-таки довольно сильное, не то чтобы давление, но уговоры со стороны администрации Байдена. Это были основные ключевые игроки. Ну, а что касается российских политзаключенных, то есть в основном все-таки, ну, я бы так сказал, идет война. Война идет. Она идет не только на территорию Украины, она в целом идет. Это как бы информационная война, политическая война. И в данном случае идет, по сути дела, обмен военнопленным, потому что и американские, и немецкие граждане, и российские политзаключенные, они все являются военнопленными. Я именно так это рассматриваю, вот эту всю ситуацию, именно так это рассматриваю. И в этой ситуации вытаскивают своих. То есть, каждая сторона в основном вытаскивала своих. И Путин, кстати говоря, здесь не исключение. Почему он так оголтел и ратовал за освобождение Красникова? Он об этом говорил и Такеру Карлсу, он много раз об этом говорил во всяких, ну, несколько раз, по крайней мере, говорил во всяких интервью. И то, что он у трапа самолета расстелил красную дорожку и встречал, и обнимался с Красниковым, это, ну, не только с Красниковым, но, тем не менее, с ним в первую очередь, это свидетельствует о том, что он здесь тоже занимался вытаскиванием своего родного человечка, что называется, родственную душу вытаскивал. Один убийца вытаскивал другого. И поэтому, что касается, то есть, главное, конечно, я думаю, мотором всей этой сделки было, прежде всего, действия американских и немецких политиков. Прежде всего, американских, которые поставили задачи вытащить своих. Ну, а что касается российских политзаключенных, да, это, безусловно, была важная составляющая. Но тоже, если посмотреть по составу, кого обменяли, кого вытащили, то здесь тоже вытаскивали своих. Я сейчас не собираюсь, так сказать, ставить под сомнение состав тех политзаключенных, тех узников совести российских, которых вытащили. Но, потому что, ну, нелепо говорить о том, что вот этого вытащили, а надо было этого. Это, вообще, так сказать, довольно аморальная была бы постановка вопроса. Но, тем не менее, состав показывает, что, ну, вот, например, значит, было три человека из фонда борьбы с коррупцией. Чем они, да, это здорово. Я, прежде всего, хотел бы, конечно, порадоваться. И общее ощущение, такое ощущение общей радости, которую я разделяю, что 16 нормальных, ни в чем не повинных людей, хороших людей, прямо скажем, оказались на свободе. Это хорошо. Но, тем не менее, вот вопросы, которые вы задаете, многие другие задают, они тоже имеют право на существование. И, когда мы говорим о том, что вот трое сотрудников фонда борьбы с коррупцией оказались на свободе, но, например, Алексей Горинов продолжает сидеть. Это муниципальный депутат, который первым оказался за решеткой за антивоенную позицию. А, например, Александр Скобов, известный советский диссидент, который дважды оказывался в Советском Союзе еще за свою моральную позицию за решеткой, и здесь опять оказался в тюрьме. Вот он продолжает сидеть. И историк Дмитриев, который на 15 лет посажен за свою деятельность по, так сказать, расследованиям сталинских репрессий, он продолжает сидеть. Значит, с чем это связано? Война. Вытаскивают своих. Вот, значит, те институциализированные структуры российской оппозиции за рубежом, такие как фонд борьбы с коррупцией. Вот фонд борьбы с коррупцией смог вытащить своих трех. Вот открытая Россия Михаила Ходорковского смогла вытащить одного своего, Пивоварова. Вот, значит, там, ну я сейчас не говорю уже о тех гражданах России, которые имеют еще и зарубежное гражданство, там, Володя Кармурзаун, он подданный Британии, там, другие, значит, тех, кого удалось освободить, они имеют немецкое гражданство параллельно. Вот, ну вытаскивают своих, и в этой связи тоже, тоже понятно вся эта, вся эта конструкция. Значит, когда говорят о том, что это равноценный или неравноценный обмен, ну да, такого, такого, чтобы убийцу меняли на, освобождали убийцу на, значит, на политического заключенного, такого я не помню. То есть, ну, были случаи, когда, там, Луиса Карвалана обменяли на Буковского. Ну, в какой-то степени это был симметричный обмен, потому что Луис Карвалан, он тоже был политическим заключенным, и Буковский политический заключенный. Равноценный обмен. Большое количество, когда, так сказать, меняли, ну, скажем так, одних шпионов на других, да, одних разведчиков на других. Тоже такие случаи бывали, ну, это тоже понятно, это какая-то симметрия. Здесь действительно был нарушен принцип симметрии, и, понимаете, когда вот задают вопросы, насколько это оправдано, я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос, и я, когда говорят о том, что, ну, это стимулирует, стимулирует новые захваты, так сказать, путинам заложников, но я на этот вопрос, вот эту часть упреков и эту часть сомнений я могу разрешить очень просто. Идет война. В условиях войны сдаваться в плен нельзя. И поэтому есть практика Израиля, которая прямо запрещает своим гражданам посещать определенные страны. Я думаю, что нормальная ситуация, если бы, например, мировое общественное мнение, в частности, мнение западных стран, просто воздействовало на парламенты своих стран с тем, чтобы они приняли законы, прямо запрещающие, так сказать, всякие прогулки по России. Просто прямо запрещающие. Не так, чтобы, так сказать, вот не ходите дети в Россию гулять. А нет, прямой закон запрещающий. Почему? Потому что это фактически добровольная сдача в плен. Это добровольное предложение себя в качестве заложника. Потом приходится вытаскивать. И потом вместо этого добропорядочного гражданина Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки, Норвегии или Швеции придется, так сказать, освобождать какого-нибудь особо опасного преступника, который, так сказать, на территории нормальных стран будет кого-то убивать, грабить или просто шпионить. То есть это неправильная история. Поэтому я думаю, что вот позиция должна быть именно такая. Что касается российских представителей российского протеста, то я думаю, что все-таки вопрос, здесь вопрос гораздо более сложный, потому что, конечно, все уехать не могут. И, конечно, здесь у Путина огромное поле охоты. Он может, я не знаю, хоть половину населения России взять в заложники. Здесь его остановить невозможно. Но вот для людей, которые считают себя политиками или, так сказать, представителями российского протеста, вопрос уезжать или остаться, мне кажется, должен быть решен в пользу отъезда. Потому что своим присутствием в России вы фактически пополняете вот этот вот обменный фонд Путина. Просто, так сказать, да, это, конечно, очень благородно, не испугаться. Остаться со своей страной. Здесь все вспоминают слова поэтессы. Значит, я была с моим народом там, где мой народ несчастью был. Это все очень благородно, это все очень красиво. Но времена изменились. И Путин просто берет в заложники. И поэтому вот эта вот благородная позиция, она кончается тем, что вы пополняете обменный фонд. Ну, судя по тому, сколько обмены проходит, то есть здесь еще долго. Два момента я хотел бы здесь, ну, в этой теме, да, обозначить. Салливан выходит и говорит, что это абсолютно параллельный трек, не связанный с событиями в Украине. В Украине плохо комментируют обмен. Ну, как плохо? Ну, как-то так. Очень и очень скупо, да. То есть, понятно, что есть там эмоции, есть определенный осадок. Ну, потому что, как ни крути, США и Россия договорились. Соответственно, если они договорились здесь, то это только первая ласточка перед большими договоренностями. Или это, скажем так, размен, да, для того, чтобы воевать дальше. И отношение к этому обмену в Украине такое, достаточно, ну, неоднозначное. Как вам кажется, Салливан лукавил, когда говорил, что, ну, собственно, этот обмен абсолютно не связан с переговорами между США и Россией по Украине? Я думаю, нет. Я думаю, что это отражает реальность. Это сто процентов отражает реальность. Понимаете, здесь, ну, что называется, это та еще конспирология. Считать, что вот это первый шаг к, там, я не знаю, к сдаче Украины или там к обсуждению Украины без Украины, это все, конечно, полная ерунда. Потому что обмен вот этими заключенными... Ну, слушайте, когда идет, например, сколько было обменов военнопленными между Украиной и Россией? Ну, идут они все время, идут переговоры, это же обмены, они не возникают просто так на, так сказать, вдруг внезапно взяли и вот, так сказать, как-то... Это же переговоры, это длительные, тщательные переговоры, там составляются списки, наверняка торги существуют. Наверняка мы знаем проблему, которая здесь есть у Украины, потому что Россия постоянно пытается подсовывать, так сказать, оставлять у себя в заложниках, например, азовцев, опытных бойцов, и пытаться подсовывать, так сказать, таких спешно мобилизованных. То есть, условно говоря, это, ну, это вот своего рода такой, знаете, конечно, не хочется приводить аналоги, но они вольно-невольно возникают. Невольничный рынок, когда ценность каждого обмененного тоже взвешивается на каких-то весах. Это серьезный, тяжелый переговорный процесс, но он никаким образом не связан с переговорами о завершении войны. То есть, идут переговоры, ну, была зерновая сделка. Да, она не была переговорами между Украиной и Россией непосредственно, там, через кучу посредников, но, тем не менее, она никакого отношения к переговорам о завершении войны не имела. Никакого отношения. То есть, точно так же и вот эти переговоры, и вот эта огромная, беспрецедентная сделка по обмену, которая вот прошла позавчера, она, конечно, никакого отношения к переговорам о мире не имеет. Просто ничего, теоретически, можно предположить, если включить, если на секунду заразиться конспирологией головного мозга, иногда это полезно, можно предположить, что по этим же каналам, вот так вот, например, могут пройти предварительные переговоры о мире. Но я просто хочу сказать, что почему это не приведет к результату, потому что совершенно очевидно, что в этих переговорах, по большой вот этой вот сделке, по большому обмену, Украина не принимала участия. Она точно не принимала участия, потому что интересы Украины здесь никаким образом не были учтены. И, ну, еще раз подчеркиваю, эта война вытаскивает войну. В данном случае, значит, Украина вытаскивает своих напрямую в переговорах с Россией по поводу, так сказать, обмена военнопленными. А эти переговоры были совсем по другому поводу. Поэтому я не думаю, что каким-то, хоть каким-то боком вот то, что произошло позавчера, и то, что сейчас уже второй день обсуждается, это хоть как-то может приблизить ситуацию к миру. Ну, смотрите, я к вашему тезису цепляться не буду, да, пускай люди в комментариях напишут по поводу войны и своих, там, Яшин, Карамурза, свои, ну, как бы, пускай. Меня интересует... Я прошу прощения, я сразу просто хочу сказать, для кого свои? Вот Яшин... Ну, для Америки, подождите, Яшин и Карамурза свои? Не так, не так. Я вот просто не хочу, чтобы, значит, ничего похожего я не говорил. Яшин свой для фонда борьбы с коррупцией, и поскольку обратились к фонду борьбы с коррупцией, они вытащили своих. Карамурза свой, поскольку он британский гражданин, вернее, подданный Британии. Он подданный Британии, и у него вид на жительство, у него есть грин-карта в Соединенных Штатах Америки, и количество очень близких текстных контактов, которые у Володи Карамурзы есть во всем мире, среди сенаторов, среди конгрессменов, среди членов британского парламента, огромно. Поэтому, конечно, Карамурза свой в западном истеблишменте. Ну, подождите, подождите, вот выходит Карамурза и говорит, я буду не бороться с Путиным, я буду бороться с Западом, чтобы они не считали, что все россияне это как бы от Путина. Ну, это я так своими словами пересказываю. Ну, это вы передергиваете очень сильно. Почему? Ну, подождите, ну, его заявление... Ничего, да слушайте, ну, перестаньте. Ну, ничего похожего он не говорил, что он будет бороться с Западом. Он прежде всего сказал, что он будет бороться за то, чтобы... Я еще раз говорю, я не являюсь там адвокатом Карамурзы, но просто, ну, не надо, не надо, так сказать, говорить то, чего он не говорил. Смотрите, если это война, то тогда, вытаскивая этих людей, есть расчет на то, что эти люди на свободе будут бороться с путинским режимом. А выходит Карамурза и говорит, будут бороться с отношением на Западе к россиянам. Ну, слушайте, у каждого свои представления о том, как... Вот у вас есть понимание того, как можно победить путинский режим? Ну, так, наверное же, подождите, наверное же у Ильи Яшина, у Карамурзы есть такое понимание, раз их освободили? Да, да, есть такое понимание. Во-первых, это никак не связано, что их освободили, потому что их освободили просто... Ну, есть такое представление, как, так сказать, сострадание, как милосердие освобождают не потому, что это ценный боец, который может нокаутом победить Путина, а просто потому, что это несправедливо пострадавший политический заключенный, узник совести. Так и получается, что там узники совести, а там, а с другой стороны, освободили ценных бойцов, спецов по крипте, убийц, ну, и представителей спецслужб. В каждом слове, Александр, в каждом слове передергивайте, потому что с той стороны, когда освободили там ценных спецов, эти спецы уже полностью, полностью, так сказать, раскассированы, то есть ни один из них по назначению уже использован не может быть. То есть и Красиков, как профессиональный киллер, который за рубежом там убивал кого-то, все, закончился он на этом. Никогда в жизни больше Красикова не пошлют за рубеж кого-то убивать. Все, закончился он на этом. Обнулилась его профессиональная карьера киллера. Точно так же все остальные шпионы, которые, так сказать, были там в Словакии, эта парочка, так сказать, была задержана, все, они больше не работают как шпионы. Их цена, как бойцов вот этих вот, равна нулю. Уж если так цинично смотреть, то те же российские политические заключенные, которых вернули, они по-прежнему будут пытаться бороться с путинским режимом так, как они это понимают. Мы сейчас не говорим о том, насколько их представления борьбы с путинским режимом совпадают с вашим или с моим. Я же не случайно вас спросил. У вас есть представление, как победить путинский режим? Вот понимаете, у меня оно есть. И я его в каждом своем стриме, в каждой своей публикации, в каждом беседе я его высказываю, объясняю, как я это вижу. Судя по первым словам, которые сказали Володя Карумуза, Илья Яшин и Пивоваров, ну, наше представление несколько не соответствует, не совпадает. Несколько не совпадает. Ну, правда, так сказать, это, наверное, даже я преждевременно что-то сказал, потому что никто из них не представил своего развернутого плана о том, как они собираются бороться. Я знаю хорошо, как мне более-менее понятно, что думает Владимир Карумуза по этому поводу, потому что он известен тем, что он является как раз одним из главных лоббистов, успешных лоббистов, составивших список Магнитского, список Немцова и так далее. То есть он как раз очень эффективен именно как лоббист ударов, точечных ударов по российским, так сказать, злодеям основным. Так что в этом смысле я думаю, что он, скорее всего, продолжит свою деятельность. То есть он довольно сильный именно лоббист по, так сказать, санкциям, по точечным санкциям против российских властей. Ну, возможно, он продолжит это. Поэтому, да, ну а уж какие у них представления о том, как надо бороться с путинским режимом, это отдельный разговор. Я думаю, что в самое ближайшее время мы об этом узнаем более подробно. Так что здесь вот такая история. А насчет того, что тех, кого Путин вытащил, это очень ценный ресурс. Ну, я бы сказал так, конкретно эти люди, все, они обнулены фактически. Они уже использованы по назначению не будут. Там другая история, что это сигнал, так сказать, дальнейшим убийцам, дальнейшим террористам, что не бойтесь, мы вас вытащим. Ну, тут как пойдет. Тут как пойдет. Тут как раз очень важно, чтобы, как бы, вот Европа и Соединенные Штаты Америки, они приняли меры для того, чтобы граждане Соединенных Штатов, граждане западных стран не пополняли добровольно обменный фонд. Понимаете, в Израиле жесткий закон. В Иран нельзя. В Сирию нельзя. В Ирак нельзя. Там целый ряд, целый список стран, в которых запрещено просто ездить гражданам Израиля. Потому что потом их приходится вытаскивать с огромным трудом. Законом запрещено. Вот такой закон должен быть принят. Ну, просто Израиль воюет более 70 лет. И поэтому у них, что называется, это уже до автоматизма все довело. Такой же закон должен быть принят в западных странах. Вот о чем идет речь. Так что, так сказать, здесь... Ну, ситуация действительно, понимаете, то, что произошло, это беспрецедентно. Поэтому вот и столько неоднозначных оценок. Но в целом я считаю, что это хорошая история. Игорь Александрович, ну, смотрите, Байден сел в пустой самолет, когда из него все ушли. Во время этого обмена говорил, что ваши слова, да богу, в уши. Имеется в виду, когда журналист спросил, это потепление с Россией или нет. Камала везде рядом. Это уже официальный кандидат от демократов, да, вчера виртуальным голосованием, ну, собственно, ее вызвинули. Как вам кажется, есть ли у демократов план выбить, ну, определенный козырь или какую-то карту, да, из колоды Трампа и закончить войну в Украине на любых условиях? Вы знаете, я думаю, что сегодня ни у кого, это главная проблема, о чем мы с вами неоднократно говорили, главная проблема сегодняшняя, что ни у кого на Западе нет внятного понимания, как закончить войну. Потому что единственный способ, ну, это же совершенно очевидно, понимаете, есть тоталитарный фашистский режим путинский, который грозит не только Украине, но и Европе, всему, всему западному миру, вообще всему человечеству, поскольку он поддерживает все террористические режимы на планете. Единственный способ все это закончить, это уничтожить этот режим. Единственный способ. Но если такое, и вот очень характерно, что Байден, которого Конгресс обязал дать свою концепцию на завершение войны, когда выделял вот этот 61 миллиард долларов, там было обязательное условие, что должна быть развернутая концепция, зачем эти деньги нужны. До сих пор этой концепции нет. До сих пор Байден это представление свое, как он собирает, собственно, зачем эти деньги нужны, он мне этого не представил. Единственный способ, очевидный совершенно, закончить эту войну, это уничтожение этого режима. Но тогда должны быть совершенно другие, другой подход. Тогда, во-первых, и деньги должны другие, это не 61 миллиард. Это должно быть, ну, на порядок большее количество денег. Это должно быть совершенно другое оружие. То есть для уничтожения фашистского путинского режима нужны совсем другие меры. Но это такая политическая воля, которая отсутствует сегодня на Западе. В этом проблема. Просто этой политической воли нет. Нет, ну, смотрите, есть же как бы наметки того, что Зеленского ставят перед каким-то фактом. Вот он уже в который раз говорит о том, что нужно побыстрее закончить войну. Ну, понятно, справедливо, да, понятно, там, по-украински, но, как бы, о референдумах раньше Зеленский не говорил, сейчас говорит. То есть, видимо, вот есть такое подозрение, что там в кулуарах, за кулисами, западные партнеры говорят Зеленскому. Ну, или как-то влияют на Зеленского, чтобы каким-то образом к выборам в США, ну, в общем-то, свернуть хотя бы активную фазу. Да, это правда. И более того, все вот эти, производящие очень странное впечатление разговоры о втором саммите мира, казалось бы, ну, а что, какое приращение этого второго саммита мира? То есть, первый был, ну, хорошо, поговорили, никакого мира в результате этого саммита не произошло. И вот намечается второй саммит. В чем приращение? Что должно стать результатом этого второго саммита мира, на котором 100% не будет России? И поэтому, понятно, мир это должен быть результатом какого-то либо, значит, полного тотального разгрома одной из сторон, либо результат какого-то соглашения. Никакого соглашения с кем соглашаться? То есть, Украина собирает достаточно большое количество стран, но между ними договоренность не является основанием для того, чтобы наступил мир. Потому что Украина не воюет ни с одной страной, которая будет присутствовать на этом саммите. А страна, с которой она воюет, на этом саммите не будет присутствовать. Значит, откуда тогда все это? Я думаю, что проблема, она на самом деле заключается в том, что вот эта эпидемия переговора Бессия, которая сегодня существует в мире, которая, в частности, очень успешно распространяет господин Орбан своими, так сказать, постоянными вот этой челночной дипломатии, все время говоря о том, что вот нужны переговоры, нужен мир и так далее. Все это, естественно, в пользу Путина, потому что понятно, какую позицию вообще Орбан занимает. Это все приводит к тому, что у политического руководства Украины складывается безвыходная ситуация. Понимаете, когда все говорят, все кругом голуби. Путин голубь, он все время говорит о мире, Орбан голубь, Си Цзиньпин голубь, там, значит, огромное количество лидеров, там, и Моди, значит, премьер Индии голубь, и в Африке все голуби, там приезжают 7 президентов и говорят о том, что надо срочно заключить мир, хотя они не знают, где находится Украина и что там происходит между Украиной и Россией, понятия не имеют, но тоже все кругом голуби. И в этой ситуации у политического руководства Украины ничего не остается, кроме как тоже говорить о мире, потому что иначе, получается, все голуби, а Зеленский один ястреб. Один Зеленский, кровавый, жуткий упырь Зеленский, который хочет продолжать войну, в то время как все остальные, белые, пушистые, хотят ее прекратить. И в этой ситуации, конечно, находиться нельзя. И поэтому, что называется, политическое руководство Украины выдавили в эту позицию, когда они тоже говорят, ну да, мы тоже за мир, вот, пожалуйста, у нас будет второй саммит мира. Я понимаю, что в известной степени эта ситуация странная, но Украину, в принципе, загнали в этой ситуации, когда они должны говорить тоже о каких-то мирных переговорах, которых я абсолютно уверен не будет. Так что здесь, ну, скажем так, я думаю, что в конечном итоге то, что делает политическое руководство Украины, главное содержание, это то, что Зеленский ездит по всем странам мира и, что называется, пытается таскать для вооруженных сил Украины оружие, это главная сторона его деятельности. Ну, а все остальное, это, ну, некоторый вот такой вот дипломатический шум. Я так это вижу, я могу, конечно, ошибаться, потому что я последний человек, который готов всерьез обсуждать внутреннюю политику Украины. Но то, что я вижу, я вижу именно таким образом. Ну, украинцы устали от войны. Есть вот вопросы об этом говорят, что, в принципе, 57% не против, чтобы были переговоры с Российской Федерацией. И вообще, знаете, вот за эти два с половиной года, вот вы просто апеллируете постоянно, ну, в своих ответах, да, что вот есть демократия, а есть кровавый путинский режим. Ну, вот диктатура, подождите, диктатура и путинский... Все с иронией сказали, а он не кровавый? Нет, подождите, диктатура и вот этот вот, ну, авторитаризм, вот этот вот путинский режим. Вот мы видели раз и в Совете Федерации, да, вот взяли и вывели под белорученьки товарища за то, что украл. В Украине мы смотрим, ну, это видный как бы представитель, да, взяли за руку. А в Украине мы видим там народных депутатов, которые попадались на взятки, которые там как-то вот... И ничего, они дальше продолжают работать. То есть, получается, демократия, это, ну, вот, получается, не про справедливость. И это все, этот перекос именем войны в государственном управлении, вот что пугает. Поэтому украинцы смотрят на все происходящее и на то, во что превращается их государство. Ну, наверное, хотят переговоров, какой-то приостановки, чтобы хоть оглядеться по сторонам и понять, ну, что к чему. Поэтому тут как бы тоже момент такой о противостоянии систем я сейчас имею в виду, ну, как бы говорю с вами. Мы... Может система украинская противостоять? Или мы просто полагаемся, что вот этот Запад, вот Запад может противостоять, получается, только так? Смотрите, вы сейчас начали рисовать эту конструкцию с того, что так вот, так сказать, немножко даже с такой завистью сказали о том, что в Совете Федерации вот арестовали сенатора. Значит, ну, понимаете, помнится, в нашей стране, в нашей с вами общей тогда стране, в Советском Союзе, был сталинский период, когда сплошь и рядом высших руководителей вели не под арест, а просто в лубянские подвалы и расстреливали. И это было просто, ну, то есть, понимаете, то, что, так сказать, сажают, а иногда и расстреливают высших руководителей, это совсем не повод завидовать, да, поэтому сейчас идет действительно... А вот сейчас, а вот сейчас передергивайте вы. Не, не, я просто хочу сказать, что... Ну, что значит передергиваю? Ну, понимаете, опять-таки... Нет, ну, подожди, ну, по делу взяли этого сенатора? Понятия не имею. Слушайте, вы меня извините, пожалуйста, у нас самый главный ворюга несусветный, это Путин, который сидит во главе всей этой верхушки. Несусветный ворюга. Человек, который на самом деле наворовал столько, что дальше там у него эти триллионы из ушей торчат. Самый главный ворюга несусветный в армии, Шойгу, который по-прежнему остается неприкасаемым. Ну, что вы говорите? Ну, какая там справедливость, какие там защитки? Идет битва пауков в банке. Пожирают друг друга. Хруст стоит по всей планете. И что здесь, и что здесь, за дело, не за дело? Ну, во главе стоит, во главе этой страны стоит несусветный ворюга, кровопийца, убийца. Ну, что еще можно сказать? Ну, и здесь вы говорите о какой-то там справедливости, о том, что за дело взяли. Ну, да, значит, кого-то взяли, кто-то будет поставлен на его место, будет воровать еще... Смотрите, я не оправдываю, я сравниваю с темы просто. Нет, это несравнимая вещь, понимаете? Несравнимость заключается в том, что, значит, да, действительно, в условиях... Я вот меньше всего, я хотел бы сейчас, так сказать, выступать там, я не знаю, адвокатом Зеленского, адвокатом украинской системы, но есть очень простая вещь. Честно говоря, вот я хотел бы уступить право критиковать украинскую политическую систему кому-то другому. Ну, вот не хочу я это делать, просто не хочу, понимаете, есть кому этим заниматься. Для меня предельно простая ситуация. Есть фашистский агрессор, это путинский фашистский режим, который превратил Россию в третий, там, в четвертый или пятый фашистский рейх. Вот есть фашистский агрессор, и есть страна, которая защищается от этой агрессии. То есть, вот это вот для меня совершенно очевидная вещь. А то, что в Украине огромное количество проблем, я их прекрасно знаю, ну, наверное, не так хорошо, как вы, потому что я в Украине не живу. Наверное, не так, наверняка даже не так хорошо, как вы. Но меня это в меньшей степени интересует. И вот для того, чтобы обсуждать внутренние проблемы Украины, я думаю, что, дорогой Александр, вам надо пригласить другого эксперта.